Он просто шустрый и темпераментный, поэтому ему так сложно усидеть на месте. Родители успокаивают себя, бабушек и дедушек. А потом начинаются проблемы в детском саду или школе. И диагноз в странные четыре буквы – СДВГ. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Вокруг него так много заблуждений, а страдают миллионы людей. Сегодня поговорим об этом необычном диагнозе, а также попробуем разобраться. Вокруг диагноза всё-таки больше правды или вымысла? Меня зовут Екатерина. Я мама Максима. Максиму на данный момент 7 лет. До года ребёнок развивался как обычный ребёнок. То есть в три месяца он спокойно переворачивался на оба бачка, пополз в полгода. В 10 месяцев мы пошли. Единственная встреча у нас были вопросы. Он поздно начал разговаривать. Но в два года, когда мы пошли в детский сад, он не мог просто сесть на стуле и сидеть. Он на коммуникацию, то есть с детьми он абсолютно вообще идеально коммуницировал, общался, входил в контакт, но он не сидел на месте. То есть воспитательница зачастую, когда он просто вот так вот носился между стульев, столов, она его садила около себя, и вот он, пока я его не заберу, он сидел на стульчике. И когда мы приходили домой, даже когда я его забирала, он просто отрывался. То есть то, что он в себе держал, сидя на стульчике, он потом это просто выплёскивал. На улице, как бы в магазине. Раньше, когда он днём не спал, я приходила, и мне говорят, вот он не спал, он делал вот это, вот это. Мне было, ну не то что стыдно, у меня земля из-под ног уходила, потому что, ну, дома не такой. Он когда один, он же вообще идеальный ребёнок. Когда вот в коллективе, да, есть вот эти раздражители внешние, он совсем по-другому себя ведёт. Ближе, наверное, к четырём годам это было невыносимо. Вот, терпеть вот эти вот его, вот это поведение возбуждённое, когда в саду нужно сконцентрироваться на занятиях, даже вот, ну, все дети сидят, там, аппликация или лепка, они всё делают. Ему было это неинтересно, потому что, ну, это же руками нужно сидеть, скурпулёзно это вырезать, лепить. Он не мог это делать, потому что он не концентрировал на этом внимание. Он любит играть с железными машинками. Есть там у меня вот такой манекен, полицейская. А это такая, вот они стоят на парковке. Ну, и лего. Лего это прям для него концентрат внимания. Он может сидеть, эти детальки складывать, он там что-то выдумывает, придумывает и успокаивается. То есть, если он, например, перевозбуждается, я смотрю, что вот у него вот его рвёт, пойдём, посидим, поскладываем, вот это его успокаивает. Не ставят пока таким детям СДВГ. И, к сожалению, у нас очень мало в стране специалистов, которые занимаются этим. И прям вот так официально сказать, что у вас СДВГ, они, ну, не могут. Елена и Максим сегодня в нашей студии. Давайте встретим их. Здравствуйте. Вы сегодня такой дрем-тим в зелёном. Цвет гармонии. У Жанетт тоже. Да, здравствуйте. Сгармонировались. Мы увидели, что ты очень любишь, Максим, железные машинки. Посмотри, какой подарок мы тебе приготовили. Класс. Держи, это тебе. Огромче. Да. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Елена, вот так смотришь, абсолютно увлечённый мальчишка. Как к вам пришла такая мысль, что с ребёнком всё-таки что-то не так? Что насторожило? Ну, вот эти вот его непосиделки в саду, он, ну, на самом деле, он не сидел на занятиях. Когда занятия проводит педагог, он мог, ну, вот минуты две, три, пять посидеть от силы. Всё, потом его просто рвало. Ему нужно было бежать, идти, что-то другое делать. Он отвлекался, но никак не на занятии быть. Но это было постоянно, да? Потому что у детей бывает такое, что они раздражены, а так это периодичность, да, была какая-то установлена. Да, пока мы не начали этим заниматься. Ну, вы же, наверное, рядом с ним тоже, извините, терпением должны. Либо становитесь, да, со-условно участником, либо наоборот. Терпение, терпение, терпение. Что в вашем случае? Над этим я сейчас работаю, потому что терпение, конечно, я тоже очень вспыльчивый человек, эмоциональный. И порой к концу дня, ну, бывают же и на работе всякие моменты происходящие. И вечером очень тяжело это вытерпеть его вот эту вот эмоциональную возбудимость, неспокойствие даже. Максим, хочу спросить, у тебя как настроение? Отлично. Отлично? А любишь попеть? Пошалить. Пошалить. Любишь? Да. А что любишь петь? Какая твоя любимая песня? Ягода малинка. Да ты что? А ты можешь спеть немножко, пару строчек? Конечно. Так сразу малинки захотелось? Да. Любишь малинку? Да. А собираешь ягоды? Да. На даче-то можно, да? Да. Летом. Елена, абсолютно сейчас вот, абсолютно нормальный ребенок. Дорогие друзья, так что же такое СДВГ? Давайте попробуем выяснить простым языком. Синдром дефицита внимания и гиперактивности – это нарушение, которое связано с работой мозга, проявляется в детстве. Синдром никак не влияет на умственные способности ребенка, но делает его невнимательным, эмоциональным и нетерпеливым. У состояния три основных признака – импульсивность – ребенок не успевает оценить ситуацию и выдает моментальную реакцию, повышенная активность – постоянно в движении бегает или прыгает, и нарушение способности концентрировать внимание. При синдроме дефицита внимания и гиперактивности детям и взрослым бывает трудно контролировать свое поведение. Из-за импульсивности возникают конфликты с близкими, семьей, в школе и на работе. Чаще всего учителя или родители замечают признаки синдрома дефицита внимания и гиперактивности у ребенка еще в дошкольном возрасте. Но диагноз обычно ставят в 7-8 лет, когда ребенок идет в школу. Если же синдром не выявлен в детстве, то заболевание может переходить во взрослую стадию. При этом главные признаки – рассеянность и трудности самоорганизации, проблемы с аналитическими способностями, отсутствие долгосрочного планирования, конфликтность. Татьяна, хочется спросить сразу у вас. Вы защитили докторскую по СДВГ, можно сказать, первопроходец в нашей стране. Значит, вы немного понимаете все-таки, это заболевание или особенности поведения. Требует ли лечение этот синдром? Если меня спрашивать как маму гиперактивного ребенка, который вырос уже достаточно успешен, то есть ему 20 лет. Не ожидала такой реакции. Тема очень трепетная для вас, вот она и цепляет. Это нормально. Это нормально абсолютно. Это нормально, понимаете, потому что на самом деле я бы хотела сказать, что я начала работать над этой темой, потому что у меня была личная мотивация. У меня была цель помочь своему ребенку, потому что я видела, как к нему относятся окружающие. Он тоже не спал в детском саду, его заставляли, и он сгрызал губы. Но когда он шел в школу, я уже понимала, что мне нужно делать. И я собирала группы родительские и давала объективную информацию родителям. Это было новое для Республики Беларусь, чтобы они понимали, с кем они имеют дело, чтобы они знали, как научить учителя помогать этому ребенку. Это приносило свои плоды. У меня получилось. У вас точно. У меня получилось. И спасибо тем учителям, которые мне помогали. Они разрешали ему раскачиваться на стуле. Наша первая учительница говорила, дети, у кого есть жвачка или конфета, дайте Диме. Когда он писал контрольную, потому что когда он жует или глотает слюну, у него улучшается концентрация внимания. Она разрешала ему валяться на диванчике позади класса, когда видела, что он совершенно устал, потому что его хватает ненадолго. Есть качели настроения, есть дни успешные для него, а есть дни, когда он валился, не слышал, не видел и вел себя безобразно. Она просто звонила мне и говорит, заберите его сегодня. Не ваш день. Или иди отдохни, поваляйся, чтобы окружающие не видели. И спасибо. Татьяна, я думаю, что эти спасибо, это спасибо и вам, и таким педагогам, они это заслужили. Я думаю, что можно поаплодировать. Но, во всяком случае, есть педагоги, которые готовы помочь таким детям. Их много, поверьте, родители. Все-таки это лечится, либо же все-таки это особенность поведения. Но как бы у нас появилась возможность действительно иметь препарат, который лечит СДВГ. Ну вот ключевая теория СДВГ – это дефицит дофамина. То есть у него немного энергии, а дофамин у него заканчивается. Любимая фраза «ребенка с СДВГ мне скучно, мне нечем заняться». Вот ему скучно, мне нечем заняться всю жизнь. Понимаете, и это действительно, вот чем раньше родители поймут, что это СДВГ, чем раньше они придут к специалисту и подтвердят этот диагноз, да, чем раньше они признают это и будут знать, как помочь своему ребенку, тем больше у него шансов на успех. Вот я смотрю, Михаил задумался, внимательно слушает. Когда к вам приходят на прием, приходят к вам на прием с такими диагнозами, с подозрением на такой синдром? Вы понимаете, в чем дело? Я невролог, и я думаю, что в педиатрической практике вот среди узких специалистов или среди педиатров родители с такими детьми обращаются ко всем – и к лор-врачу, и к эндокринологу, и к хирургу. Понятно, все ищут выход ко всем специалистам. Нет, нет, я не к тому. Я к тому, что даже уже когда заходит в кабинет мама с гиперактивным ребенком, то вот эту вот легкую особенность в ребенке может увидеть специалист любого профиля – и педиатр, и лор-эндокринолог, и невролог, и так далее. Понимаете, о чем речь? Но действительно не специалисту трудно понять, не специалист не знает, а это является проблемой или это всего лишь такой ребенок, это его норма. Поэтому часто при разговоре с мамой, с папой, с родителями, с бабушками, когда родители приходят на прием к врачу, у родителей это боль. Это боль, это проблема, это семейная, это социальная проблема. И все равно, с какой бы проблемой родители ни пришли, все равно они скажут о том, что существует и эта проблема. И вот здесь специалист должен увидеть и должен направить, подсказать родителям, куда обратиться. Если говорить уже в рамках непосредственно СДВГ, то, конечно, в первую очередь, когда диагноз уже поставлен, когда сомнений нет, то, в первую очередь, этой проблемой занимаются детские психиатры. Вот у Ольги, как у мамы тоже активного ребенка, все так и было, когда вы услышали от специалистов, что у вас вот есть такой синдром, ваша реакция, что вы почувствовали? Дело в том, что моей дочери, у нее непростой, очень сложный диагноз, и он в целом про ее особенности физические и эмоциональные, психические. Она не разговаривает, ей 8,5 лет. Я думаю, что СДВГ – это какая-то небольшая часть всех особенностей, которые у нее есть. И все, про что вы сейчас разговариваете, для меня – это тема о том, когда мы понимаем, что каждый из нас имеет какие-то свои нюансы и особенности. Когда я слушала историю главной героини, мне было очень интересно наблюдать за тем, как она расценивает для себя понятие, что такое нормально, что плохо и что хорошо. И трогательно было слышать про то, как и в истории Татьяны, когда находятся люди и специалисты, которые понимают, что независимо от того, какой диагноз, они учатся искать подход к ребенку, договариваться с ним, либо просить о помощи других детей, кто может сейчас дать жвачку или отпустить ребенка на диван, учитывая те особенности, которые требует в данный момент ребенок. Валентина, скажите, какую роль играет наследственность в данном случае при этом синдроме? Смотрите, касательно причин, которые вызывают это расстройство, много факторов можно учитывать. Там есть и социально-психологические факторы. Известно, что в достаточно большом проценте случаев у таких детей и родители имели такие же проблемы, когда они маленькими детьми были. И с этими проблемами только в другой ипостаси мы с вами слышали сегодня мнение эксперта, когда сказали, какие же бывают взрослые потом. Поэтому фактор наследственности, он все-таки имеет место быть при формировании такого расстройства. Я с этим не соглашусь. Так. Потому что тема СДВГ – это тема многолетняя. И подходы к СДВГ были крайними. Как сам диагноз – качели настроение у ребенка и его проблемы, так и сам диагноз. Сейчас СДВГ в МКБ-11, современной классификации, которая начала внедряться постепенно с 2022 года, СДВГ перестал быть поведенческим расстройством. Да, это в МКБ-11 согласно. Дайте я скажу. Его стали относить к расстройствам нейропсихического развития. И это обычно сочетание наследственной слабости нервной системы и проблем беременности рода. Многие родители испытывают чувство вины, потому что, по мнению окружающих, их ребенок недостаточно прилично себя ведет. Но мало кто задумывается, что такое поведение – это не распущенность, а тяжелое заболевание – это диагноз. В эфире ток-шоу «Еще не вечер» и через несколько минут продолжим этот серьезный разговор. Это ток-шоу «Еще не вечер». Синдром дефицита внимания и гиперактивности. О нем говорим сегодня. Многие считают, что это лишь детское заболевание, но для меня лично было шоком, что такой диагноз ставят и взрослые. Меня зовут Наталья. Около трех лет назад я узнала про синдром гиперактивности. Его поставили моему сыну. Я про это ничего не знала. Стала читать про это все. Поняла, что там очень много схожего со мной. Стала делать тесты для взрослых. И по ним тоже поняла, что у меня тоже СДВГ. Моему сыну 10 лет. Сложно садиться за домашнее задание. Сложно аккуратно все записывать. Он торопится. У него очень быстро летят мысли. Раньше часто на детей такие говорили, что там ленивый ребенок. Или плохо воспитывали, что-нибудь такое. Или там ничего не знает. На самом деле дети очень быстро схватывают. У них очень быстро, по-моему, работает мозг. Но они очень быстро отвлекаются. У него есть на все свое мнение. По-моему, эти дети вообще только свое мнение так основно признают. Ты им что-то будешь говорить. Что-то вроде бы, на твой взгляд, очень жизненно важное. Но нет. Слушать не будет. Так как я самозанятая, мне как раз нужно и самой себя собирать, концентрировать, не отвлекаться. И плюс материнство, и вот это вот все. Сложно удержать все задачи в голове. Сложно выставить им приоритет, какой сейчас заниматься, какой потом, когда вроде бы они все важны. И ты не понимаешь просто, за что сейчас хвататься. Мне помогает, например, музыка. Я когда что-то делаю, я включаю себе музыку в зависимости от настроения. Под работу я могу включить спокойно, если мне надо концентрироваться, думать. Если наоборот, мне нужно добавить себе энергии и сактивироваться, я включу себе ритмичную какую-то. Я люблю рисовать. Теперь я рисую на лицах. Я визажист. Я фотограф уже много лет, визуализатор бренда. То есть я делаю контент для Инстаграм, для личных и коммерческих аккаунтов. И там мне эта тема понравилась, что у меня разные работы. Нет такого, что я делаю что-то одно и то же долго, потому что это неинтересно, быстро надоедает. А так все навыки и знания, которые я собрала до этого, как бы вот тут можно применить. Мне нравится. Встречаем Наталью в нашей студии. Мне помогает Максим. Как мужчина встал при встрече, Наталья. Здравствуйте, Наталья. Присаживайтесь. Там машинка Максима. Рядом с вами Максим, у которого поставили такой диагноз в детстве, а вы взрослый человек, который узнали о том, что у вас есть такой диагноз уже в сознательном возрасте. Неожиданно. Но также это помогло. Понять, что... То, что мне казалось, что у меня непонятно, почему не получается, этому всему нашлось объяснение. И уже через это можно было приспособиться как-то и научиться, как с этим жить и как это обходить. То есть многому такому, чего я раньше не понимала, нашлось объяснение. Или, например, идешь куда-нибудь, что-то делаешь, и вообще воспринимаешь мир как будто у всех же то же самое. Не думаешь сначала, что у других людей как-то по-другому мысли текут или еще что-то. А потом, когда мне сказали как-то, вот, представляешь, я вот шла куда-то и совсем не помню, куда я шла. А я понимаю, что я так живу всю жизнь. То есть вы думали, что вы какая-то не такая сама оценка, да, где-то временами. Я сначала думала, что у других все время так, да, но было, да, непонятно, почему вот у меня не получается что-то сделать. Например, ставишь какие-то цели, какие-то задачи, и вроде бы идешь к ним. Но вот не доходишь дорогу, вот такая получается. А вот мне еще интересно, как в вашей семье, да, насколько я знаю, вы не одна такая активная в вашей семье. У вас еще и ребенок. Да, у меня сын. И о том, что у меня СДВГ, ну, у меня еще и дочь, но СДВГ только у сына. И про свой диагноз я узнала благодаря ему. Раньше я и к психологу ходила, и нам говорили, что нет, все абсолютно нормально. Через него, да, вы стали обращать внимание на ребенка, что он такой активный, да, что у него какие-то изменения в поведении. И вы через ребенка вышли как бы на свою проблему. Да. А как вы уживаетесь? Два человека, мне кажется, в одной семье, либо же у вас уже разработана своя модель. Временами тяжело уживаемся, там сложно. Мы друг друга цепляем. Вот именно нам с ним сложнее всего. Вот как-то с папой, у него попроще, и вот он, получается, он вспыхивает и начинает меня провоцировать. Папа, как терпит у меня такой вопрос. Такой. Папа спокойный у нас. Он так посмотрит на нас, посмотрит. Все будет хорошо, успокоит. А можно вопрос к экспертам? Вот смотрите, когда такая ситуация, вот в семье есть два человека, ну вот ребенок в частности, да, и взрослый человек, проще, когда ты уже знаешь об этом диагнозе и как-то справляться с этим. Цель вообще вот понимания родителями, да, что такое СДВГ, как помочь своему ребенку. Ну, можно много читать, можно ходить на тренинги, но надо добиться вот того состояния, что ты, ну вообще тебя ничего не раздражает в ребенке. Вот тогда родители вылечили. Наталья, у вас нету подтвержденного синдрома? Подтвержденное взрослым у нас не дают. Мне объяснили, что по новой классификации у взрослых СДВГ ставят. Но еще не все ее применяют, она только-только начинает входить. Кстати, про автомобиль. Там один из пунктов – экстремальное вождение. То есть вот эти СДВГшники, которые шашечники на дорогах, скорее всего, СДВГшники. Потому что экстрим – это адреналин, это как дофамин работает. То есть включается мозг, и у человека хорошее настроение, и он более успешен. То есть это как антипрессам для СДВГшников. Экстремальное вождение. Но в классификации международной этого диагноза у взрослых нет. Говорите, что есть симптомы СДВГ, но не диагноз. Да. Значит, люди очень часто надумывают, притягивают и путают. Да, к сожалению. А назовите вот наиболее самые часто, ну три распространенных признака, когда уже сидит мама, ну все, у нас СДВГ. Прежде всего, поведенческие проблемы, о которых говорит родитель. То есть это неуместное поведение. Неуместное клоновское поведение. То есть они не соблюдают социальных условностей, социальных границ. То есть буквально вот говорят обо что и делают обо что. Понимаете? И это действительно не только гиперактивность, но это вот эта вот нетерпеливость, да, потому что, ну вот, его хватает на чуть-чуть. Ну и еще одна проблема вот этого дефицита внимания, когда вот он, ну, концентрация внимания страдает и направленность внимания. Ему важнее, что там за окном, там каркает ворона, а не то, что говорит учитель. А все-таки лечение. Либо это лекарства, либо это какие-то, не знаю, технологии, да, либо это что применяют вот к таким людям с таким синдромом? И лекарства, и технологии. То есть это все вкупе? Вкупе. Это все вкупе. И психообразование взрослых, это действительно сейчас очень популярная тема. То есть, понимаете, но вот ключевые моменты – это ранняя диагностика, потому что, грустно, когда это в 30 лет вот этот неуспешный человек, и он не знал, что у него есть ДВГ. Оно было, оказывается, он был шустрым, и оказывается, что были проблемы в школе. Но когда они не пришли, не дошли до специалиста, диагноз не был поставлен. Этот ребенок переживает, он понимает, ну, не понимает, почему к нему так плохо относятся. Он приходит и говорит, мне сказали, что я сумасшедший. Мама, я сумасшедший? Это очень просто слышать. Аккуратненько. Новый ведущий, иди сюда. Максим меня спросил, что мы вообще здесь делаем. Я говорю, а мы здесь рассуждаем. Вот и баловные дети бывают, не баловные. Я хочу спросить, ты баловный или не баловный, как ты думаешь? Я не баловный. Конечно. Кто мог такое подумать? А скажи, пожалуйста, вот когда ты, например, в садике, и тебе неинтересно бывает заниматься какими-то заданиями, заданиями, которые дают, говорят, а что тебе нравится делать, и что тебе вообще не нравится делать. Вот камера там, смотри, ты меня спрашивал? Видишь, где лампочка горит, это камера. Вот расскажи, что тебе нравится, а что вообще не нравится делать. Я играю с трактором. Так. А тут какие-то задания тебе дают, да? Порисуй, почитай, верно? Да. Тебе просто очень скучно сидеть, тебе хочется побегать, попрыгать, или просто неинтересно? Попрыгать. Побегать. Куда бы-то отдать этого ребенка, чтобы он измотался и вечером не донимал. Нет. Это такие общие, да? Ну, опять-таки мы ходили, попробовали на каратес ходить, нам категорически сказали нет, потому что, ну, вот эта вот агрессия лишняя, она ему не нужна. Ну, то есть надо правильно еще выбрать, куда отдать, например, ребенка, да. Какие-нибудь батуты, чтобы прыгал, бегал, и ему было... Это танцы, во все времена спасают танцы. Да, прекрасно. На танцы пойдешь, скажи мне? Или все-таки будем телеведущими становиться? Максим. Вот он просит, чтобы отвели его на танцы. На танцы. Надо пробовать танцы. Это ягода малины. Ягода малины. Все-таки я чувствую, мы все-таки споем сегодня. Такая новая вот эксперт. Да, я... У меня нет ни психологического, ни педагогического образования, но я журналистка, и я вот уже 12 лет такой профессиональный наблюдатель. И Максим, мой герой вообще с первой минуты записи этой программы, вы посмотрите, как сидят все взрослые, большинство, да. Мы сложили ноги вот так вот, руки, и мы сидим красиво. Но мы же прилично себя видим. Да, да, да. Мы в рамках, которые как бы общество принимает. Что сделал Максим? Он пришел, посидел, значит, все изучил, ягоду малинку внутри напел, с ведущей познакомился, в автобус поиграл, поездил, посчитал все камеры, помахал оператором. То есть он честнее и естественнее нас всех сейчас. У них же нет этих рамок. Я ему очень завидую. Вот он когда здесь проходил и показывал мне то автобус, ту карточку ведущего, я очень хотела начать играть с ним. Так вот, кто здесь больше в рамках все-таки? Кто правильнее? Давай, может, споем все-таки с тобой? Посмотри, камеры, покажите нам камеры, посмотри, какая камера, где лампочка горит. Видишь? Вот камера, видишь, где горит лампочка сверху. Вот эти не горят, а там горит. Смотрим туда. Вот, 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 вот. Поднимите ручку нам, вот, видишь, вот там. Ну что, споем с тобой ягоду малинку, да? Да. Давай, три, четыре, и... Ягода малинка, о-о-о, крутит головой, взлетает в том. Такая ты грустинка, холодная, как львинка. Та-та-ра-та-ра-та-та-та-та-та. Хей! Ягода малинка, о-о-о, крутит головой, взлетает в том. Какая ты грустинка, холодная, как львинка. Хлопает глазами влево-право в потолок. Максим! И вот если бы здесь сейчас были его одногруппники по детскому саду, а я как журналист постоянно ищу разговорчивых детей, то вот поверьте, большая часть его группы сидели бы вот так вот. Ну, потом бы сказали маме, что скучно, может быть, поплакали. Я думаю, что новый дуэт нашей эстрады готов. Пока одни предпочитают не замечать эту болезнь, она захватывает целые семьи. Как много телезрителей прямо сейчас поставили диагноз себе и своим близким СДВГ. А что же делать дальше? Узнаем буквально через несколько минут. Еще не вечер. Говорим мы вам и выясняем, что за зверь такой СДВГ и почему он так долго оставался в тени. История нашей следующей героини прилетела к нам прямо из Санкт-Петербурга. В чем ее особенность? Посмотрим прямо сейчас. Посмотрим прямо сейчас. Добрый вечер. Меня зовут Марина, мне 26. А про СДВГ я узнала, когда мне было 24. Я тогда уже некоторое время занималась психологом. У меня был один вопрос, который вообще никак не решался. Он звучал так. Почему у меня так много интересов? Почему они постоянно меняются? Почему я не могу выбрать одно какое-то направление и в нем развиваться, как другие люди? И мне как-то так повезло, что на тот момент мой психолог начала проходить курс по работе с СДВГ у взрослых. И она у меня спросила, «Марина, а как у тебя с вниманием? Ты часто отвлекаешься?» После этого она мне скинула тест на СДВГ у взрослых. Результат у меня был 77 баллов из 100. Она скинула мне книгу про СДВГ, «Почему я отвлекаюсь». И на следующей встрече я у нее уже попросила контакт психиатра. Узнать о своем диагнозе во взрослом возрасте — это словно смотреть сериал, у которого в конце сезона резкий поворот сюжета. И вот я начинаю пересматривать этот сериал, но уже с новыми знаниями. И теперь я вижу все знаки, все намеки, которые не замечала раньше. Когда я узнала про СДВГ, мне стало понятно, почему учителя на меня постоянно родителям жаловались. Все вот эти классические стандартные фразы, типа «способная, но невнимательная», «такая умная, способная девочка, но постоянно куда-то торопится и делает ошибки», «девочка не реализует свой потенциал», «это была самая большая проблема у меня в школе». Все ошибки были не потому, что я чего-то не знала, а потому что невнимательность и спешка, стиминг. Но сейчас я пользуюсь специальными игрушками, фиджетами. А раньше я постоянно грызла ногти, грызла ручки, кусала губы, постоянно руки к лицу куда-то тянула, и меня за это мама очень сильно ругала. Татьяна, вот вы смотрели сюжет, и сразу вопрос, действительно ли у Марины, вот когда она отвлекает внимание или сосредотачивается, да? Ну, рассказала все симптомы СДВГ, но опять-таки девочка. Понимаете, девочки не попадают в поле зрения детских психиатров. Они вот эти социальные условности соблюдают в школе. Им хочется вертеться и крутиться, но не сидят. Но в подростковом возрасте уже расклад не три к одному, то есть три мальчика на одну девочку, да, а уже два к одному. А во взрослой жизни один к одному. Наталья, а у вас есть такие предметы, которые успокаивают вас? Ну, я опять же, вот я сейчас сижу и тоже ловлю себя постоянно на том, что я все время что-то кручу пальцами, я кручу руками, вот это делаешь. Я уже специально делаю маникюр и гель-лак, чтобы просто не трогать руки, не отрывать ничего. И не замечаешь, как ты это делаешь. Сын у меня вообще ногти под ноль просто сгрызает. Чтобы так вот успокаиваться, меня немножко музыка успокаивает. Если вот спокойная на концентрацию, она мне помогает. А вот у меня вопрос к Валентине. Какие могут возникнуть комплексы у людей с таким заболеванием? И как часто они обращаются все-таки к психологу? Ну, смотрите, коллеги так много всего рассказали, да, и про признаки, герои у нас такие, все-таки аутентичные нашей теме, и все рассказывают и показывают, что такое комплекс. Многие говорили о том, что ребенок так или иначе, он понимает, что он отличается от других детей. И, конечно же, самооценка у этих детей 100% будет страдать. И в то же время мы тоже говорим, что этим детям очень нужно внимание. Вот наш главный герой всячески к каждому из нас подходит, и кусочек этого внимания понимает, ему становится комфортно. Он таким образом успокаивается и ведет себя, как вы говорите, приемлемо в социальных тех рамках, в которых мы находимся. Мы говорим сегодня о том, что СДВГ остается у взрослого человека. Дезорганизованные, несамостоятельные, взрывчатые, с большей кучей интересов, но которые в то же время не реализуются. Говоря о взрослом человеке, комплекс какой, мало друзей. Общительное до безобразия. Много-много всего, но сказать, что у него есть друзья, так что близкие люди, трудно сказать. Поиск работы есть, хочу и то, и другое, и третье, и там начну, и здесь начну, и не могу остановиться. Взрывчатые достаточно могут вплоть до агрессивного поведения. Встает вопрос создания семьи, а он весь такой живой. Не вторая половинка так поглядит, подумает. Слишком излишне живой, а справлюсь ли я с его таким поведением. Поэтому комплекс, он такой термин, очень объемный и широкий. Больше, наверное, мы говорим сейчас о тех сложностях, которые в перспективе. Как у педагогов, я знаю, у медиков, у них бывают курсы по повышению квалификации. Если у нас подобные курсы, ну, учитывая, что этот диагноз уже сейчас стал актуальным, подняли эту тему, серьезно, это очень круто и здорово. Аллочка, скажите, пожалуйста, есть ли у нас какие-то вот такие курсы, где бы учителям помогли, подготовили, а учителя, в свою очередь, на родительском собрании могли бы сообщить, что у нас есть такой ребенок, это не просто он плохой или взбалмошный, у него просто действительно есть такой диагноз. Поймите, принять, понять и помочь. Это проблема, которая сегодня не оставляет равнодушным ни одного участника наших педагогических коллективов. Сегодня мы с вами говорим о том, что и ребенок, и семья, и родитель очень нуждаются в квалифицированной помощи педагога-психолога, педагога-психолога, который сопровождает, помогает. Сегодня мы услышали рекомендации, которые доступны нам с вами, даже если бы мы с вами не были педагогическими работниками, а просто внимательно относились к тем проблемам, которые возникают в семье, которые воспитывают ребят с симптомами СДВК, либо с выставленным диагнозом. То есть это действительно ряд рекомендаций, которые могут помочь справиться ребенку с нежелательным поведением. Поэтому этой тематике посвящены обучающие курсы, которые организуются на базе высших учебных заведений. Это как раз-таки та тематика, которая сегодня охватывает родительские клубы, которые работают в центрах коррекционно-развивающей обучения и реабилитации. В учреждениях образования. Это та тематика, которая сегодня перевожит всех. И это то, что и в перспективе будет иметь место быть. Это очень здорово. А еще здорово и то, что как наша гостья из Санкт-Петербурга, она не просто распознала свой диагноз, поняла, что с ней происходит, но она еще нацелена на то, чтобы помогать таким же детям и взрослым, у которых подобный диагноз, и показывает, как с этим нужно справляться. Синдром дефицита внимания и гиперактивности, или просто СДВГ, это что-то вроде близорукости, когда человеку нужно носить очки. Только близорукость у нас в глазах, а СДВГ в том, как мы думаем. Нам нужны очки для наших мыслей, чтобы было легче сосредоточить внимание, чтобы не мечтать так много и не перескакивать с темы на тему, чтобы быть не такими забывчивыми, чтобы легче собираться по утрам и после занятий. Если у тебя СДВГ, это не значит, что ты глупый. Есть много очень умных людей, у которых было то же самое. Томас Эдисон, Волькан, Моцарт, Альберт Эйнштейн, актер Тастин Хоффман. Слышал про него? Просто нам нужна специальная помощь вроде очков, чтобы сделать как можно больше. Это не конкретно очки, а другие вещи, которые помогают сосредоточиться и собраться. Иногда выручают списки, напоминания и расписания. Иногда помогает репетитор или тренер. Иногда надо принимать таблетки. СДВГ есть у многих других детей. Если тебя кто-то спросит об этом, сам решай, говорить или нет. Но не забывай, что здесь нет ничего плохого. Это же нормально, если кто-то носит очки. Я обожаю, преклоняюсь перед такими людьми, которые не в одиночку проходят этот путь, а еще помогают другим. Кстати, вот видите, это тоже произведение искусства Марины. Вот эта овечка, она рассказывает какие-то определенные термины вот в такой вот форме доходчивой, на том, я думаю, языке, на котором разговаривает, да, может быть, ее аудитория, это и подростки. Я сказала, что это очень организованный человек, у которого все по полочкам, тезисно и все четко. Когда такие люди занимаются любимым делом, они не могут заниматься нелюбимым делом. И когда у них есть вот эта вот помощь другому, да, это вот и есть этот дофамин, это есть признание, да, это то, чего им не хватает. Это и есть антидепрессанты, там, лекарства, которые вот работают для них, понимаете, у них, да. И поэтому это здорово, это здорово. Это надо принять определенное мужество, заявлять эту тему вслух. А почему раньше не уделяли внимания вот именно этой проблеме? Почему? Что она не существовала, не было таких людей? Мы просто вот тут обсудили, что вот того, что мы называем проблемой, диагнозом, есть другая очень классная сторона медали, которая называется гениальность. И вот почему здесь прозвучало, что эти дети отстают в развитии, у меня большой вопрос. Парень, он уже сделал себе камеру и снял нас всех. Да, да. Ну это на примере, на одном маленьком. И если общество загоняет в рамки таких людей, не получается ли, что мы сами себя в будущем лишаем гениев, которые будут жить среди нас? И вот вы красиво сказали, нужно проявлять милосердие, а я считаю, что это все-таки образование общества, что надо образовывать людей и рассказывать им об этом, о том, что это будущее гении. Я бы хотела добавить, что я с большим интересом наблюдаю за Максимом и понимаю, что это так круто в какой-то момент, то, что мы считаем слабостью, превращать в силу. И подбирать вот эти ключики, не переставать этим заниматься по отношению к детям, по отношению к самому себе в первую очередь. Не страдать от того, что у тебя что-то не получается, или ты как-то не вписываешься в контекст этого мира, а понимать, что, значит, ты такой особенный, уникальный. Как ты можешь себе помочь? Определить свой психотип или оставить себе какой-то интересный диагноз, или понять, что у тебя не такой цвет глаз, или кожа, или тип характера, или гороскоп. Это будет абсолютно твоя уникальная какая-то история, которую ты будешь проявлять так, как никто другой не проявляет. Ну и, конечно, огромное спасибо, нужно сказать, маме Максиму и таким мамам, которые вот у него спросили, ты сбалмошный или... Он сказал, нет, я классный. Это значит, что родитель не говорит ему, что ты вот такой, не усечивает им, а он, наоборот, расскажет, какой он классный. Вот посмотрите на человека, у него все в порядке. Вот у него конкретно все хорошо. История о нашей героине Марина еще раз доказывает, диагноз нужно изучать. Для того, чтобы знать, как жить с ним полноценно. Об этом через несколько минут. Еще не вечер говорим мы вам и пытаемся определить, так что же такое синдром дефицита внимания и гиперактивности. Своевременная диагностика, медикаментозное лечение, психотерапия, совместная работа педагогов и родителей, конечно, играет огромную роль в борьбе с этой болезнью. Но есть еще один способ, который вас, я уверена, точно удивит. Восьмой зуб. Кстати, у меня зуб растет в кушах на поле. У меня что, еще зубы будут расти? Ужас какой! И вдруг мечтать наскучила. Девочка мечтает о прогулках на луне. Девочка мечтает о прогулках на луне. И так, это юные актеры инклюзивного театра. И, Ирина, это ваши подопечные. Как много у вас ребят с таким синдромом? Много. Когда мы начинали, конечно, мы обучались этой теме, и нам говорили, что должно быть пропорции 10, 12, 15, максимум не больше процентов. Но все коллеги замечают, что гораздо больше с каждым годом становится и выявленных в том числе каких-то диагнозов. И к нам приводят детей, потому что не всегда, когда они справляются в саду с поведением, чаще это уже первые классы школы, потому что мало готовых специалистов, несмотря на то, что проблеме уделяется внимание. Но в школе нет профильного психолога, например. Родители часто есть, те, кто стесняется и не может сказать, что идет вот такой ребенок в школу. И когда идет перегрузка шумом, количеством учеников в классе, не все педагоги готовы, кто-то кричит. То есть это сенсорная перегрузка. И, конечно, ребенок проявляет себя. И тогда, когда специалисты часто отказываются, они говорят, ну вы походите куда-нибудь, где он может себя проявить, где им будет комфортно, и направляют к нам. И мы очень рады этому, потому что, конечно, что такое театр? Он же ведь раздвигает границы, раздвигает рамки. Здесь-то эмоции нужны. Конечно. Здесь нужны эмоции. И то, что там было слишком, здесь будет как раз то, что нужно. Поэтому, ну как-то так, да. Много детей, они все реализованы. Максима возьмете в актеров? Обязательно. Обязательно. Очень хорошая память. Вы готовы актер, звезда телевидения, да? Пойдешь в театр играть, спектакли разные, увидел, как дети могут. Сможешь так же, Максим? Нет. Не волнуйся, сначала попрыгаем лягушки. У нас же есть, конечно, уже сложилась за эти годы какая-то определенная методика, как мы об этом говорим. И мы с детьми, мы их не заставляем сидеть вот так, как мы сейчас все вместе здесь, да. Мы валяемся на полу. У нас есть упражнения каталог, когда мы катаемся. У нас есть улитки, когда мы устраиваем соревнования. На улитках-то нужно сесть и на попе отталкиваясь ногами и руками. Очень быстро кто первый там. То есть таким образом вы даете ребенку понять, что вы свои, что здесь его понимают. Даже, ну как свои, я верю в то, что я такая же. Дело все в том, что мы занимаемся одним делом. Мы заставляем работать тело. Мозг слышит тело, мы не лезем в голову. Мы работаем с абсолютно простым упражнением. Пропрыгать лягушкой, казалось бы, что здесь сложного. Но именно в этом ключ к тому, что ребенку интересно. Он чувствует себя, он начинает взаимодействовать с другими. Он не один. Хотя есть дети, конечно, но это уже не из ДВГ, когда более сложные диагнозы. Они начинают тогда один на один с педагогом. Но мы сейчас говорим о простых вот таких вот вещах. Мы начинаем иногда с того, что когда дети ходят в школу, они приносят вот этот вот стресс, напряжение. Я спрашиваю, хотите покричать? Да, кто хочет? Кто-то сначала еще стесняется, он еще вот так, да? Но потом кто-то начал, и все. И вот это вот эмоциональный выплеск. Все, а теперь мы работаем. И в этих упражнениях, конечно, очень много... Можно к вам в театр тоже иногда будут заходить? Да, пожалуйста. Мне тоже иногда хочется покричать. У нас есть группы для взрослых, пожалуйста, конечно. То есть у нас, ну, как бы там с двух с половиной лет мы берем на обучение, понятно, да. Но верхнего порога тоже нет. Вот поэтому, пожалуйста. Какие-то сложности в процессе, которые бы вы выделили как специалист? Вы знаете, одинаковых детей всегда нет. Поэтому очень слушаем и бережно относимся к каждому ребенку, потому что нужно нащупать вот эту вот ниточку, его интерес зацепить, и тогда будет комфортно ребенку. И тогда он будет делать очень поступательно такие шажочки. Но проблема всегда есть с родителями. Проблема непринятия. Когда это зависает очень долго. Есть у нас такие родители, которые говорят, ничего, вот в 30 лет у моего ребенка все пройдет. Перерастет, да? Да. Перерастет. Когда ребенок уже готов выходить на сцену, когда он получает комплексные аплодисменты, про которые мы говорили, понимание того, что он делал правильно, и похвала. И тогда мы его учим обязательно начинать, продолжать и заканчивать любое упражнение. То есть это неотъемлемая часть. Упражнение нужно уметь делать. Не все выходят, конечно, в одном спектакле. Самые большие спектакли мы ставили, когда у нас 140 человек было на сцене, еле поместились. Вот сейчас из-за того, что был коронавирус, мы научились ставить небольшие спектакли, которые не требуют одномоментного присутствия людей на сцене или в зале. И все категории детей имеют свои какие-то спектакли. Очень много сейчас на экране мы видим это про букашек. Как они тоже, да, и живая природа. Наверное, положено аисту, есть лягушку, да, а он ее не ест, потому что вот дружба превышается. А как вы все это, говоря профессиональным языком, вывозите сами? Получаю аплодисменты. Я в этой передаче научилась. Я думала, как, почему мне это нравится, почему я не устаю. А мне все спрашивают. Конечно, когда истории тяжелые, я прихожу домой и плачу, чтобы никто не видел, потому что мне это нужно. А сейчас я поняла, все вот, ну... А у нас есть сюжет, который доказывает СДВГ уж точно не приговор. Джастин Тимберлейк не скрывает свой диагноз, который поставили еще в детстве. В интервью он говорит о том, как синдром дефицита внимания и гиперактивности повлиял на его сосредоточенность и организованность. Однако он также подчеркивает, как синдром подстегнул его креативность и позволил нестандартно мыслить. Если можно изобразить синдром дефицита внимания и гиперактивности в человеческой форме, то это будет Джим Керри. Актер признавался, что все детство испытывал сложности с учебой, но не осознавал, что для его ментальной особенности есть название. Глядя на его комедийную карьеру, кажется, что Керри превратил свои недостатки в суперсилу. Эмма Уотсон, так убедительно сыгравшая отличницу Гермиону, на самом деле страдает от синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Актриса предпочитает умалчивать об этой особенности, но известно, что ей диагностировали синдром и прописали лечение еще во время съемок в «Гарри Поттере». Один из самых успешных и харизматичных актеров современности тоже испытывал сложности с учебой и поведением в детстве. В первом классе Райан Гослинг вдохновился фильмом «Рэмбо» и принес в школу столовые ножи. Потом запускал их в одноклассников на детской площадке. За это его отстранили от учебы и повели на обследование к психиатру. Врачи диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности и выписали лекарства. Посмотрите, всеми любимые актеры, они тоже имеют такой диагноз и нет проблемы. То есть они свои недостатки превратили в свою суперсилу. И суперсила как раз-таки там, где они получают эмоции, это зритель. Я думаю, что если действительно найти свое направление и сосредоточиться на положительных каких-то моментах, то можно создать головокружительную карьеру. Важно что? Важное окружение, я так понимаю, чтобы тебя поддержали. Неважно, родители, понятно, но если повезет с педагогом, если повезет прийти в театр, не знаю, на какую-то секцию, да, и просто вот эта группа поддержки, чтобы была рядом. Конечно, это очень важно, и я вижу это каждый день, когда ребенок верит в свои силы, когда он понимает, он же, конечно, ему понятно, что что-то не так, но он ищет, когда да, молодец, достаточно буквально какой-то небольшой похвалы за мелочь, самую мелочь, и все, ему спокойнее, ему понятнее, куда двигаться дальше. А когда рядом ребята, которые, ну, у нас же инклюзивная составляющая, то есть ребята норма, работают вместе, конечно, есть на кого посмотреть, где-то поведение свое, понять, как, а вот так вот можно, да, вот где-то скорректировать. И самое главное – это дружба. Вот то, что делают дети в совместной вот такой вот сотворчестве, не только на сцене, но и на занятиях. Это, наверное, не один педагог, ну, мы учимся у них, да, мы этого еще не умеем, но вот в такой открытой, дружелюбной абсолютно атмосфере происходят чудеса. Знаете, что написал мой сын в выпускном альбоме? Он написал «Главное, чтобы в тебя верили». И я вот думаю, что вот это вот, вот когда они это получают, что в них верят, да, то есть вот несмотря на свои сложности, они понимают, что они не такие, как все. Это дает им силы, да, они будут стараться ради тех, кто в них верит. Абсолютно верно. И вообще это здорово, что об этом диагнозе стали говорить, его стали признавать, и многие специалисты, и в том числе эксперты в нашем зале подсказывают, и родители в том числе, герои наши подсказывают, как с этим справляться. Максим, я тебе хочу сказать, что это, наверное, первая передача у нас, когда вот телезрители у экранов ни на кого из нас не смотрели, кроме тебя, и только думали, из какого угла выскочит наш Максим. Вот как рождаются звезды. Синдром дефицита внимания и гиперактивности окутан мифами и предрассудками. Одни не верят в него, ссылаясь на лень и дурное воспитание. Другие же вообще считают, что СДВГ – это приговор, и успеха с ним точно не может быть. Но благодаря нашим героям мы убедились в том, что и те, и другие ошибаются. А мы прощаемся с вами. Ждем интересных историй. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова